Здравствуйте, друзья-подписчики и привет всем, кто смотрит мои видео. Тема сегодняшнего видео – зачем опытные владельцы ставят на аккумулятор второй минусовой проводы? Чем это выгодно? Как мы знаем, хороший аккумулятор среднестатистически живет при нормальном режиме эксплуатации в среднем около 5 лет. Аккумулятор классом пониже может умереть за пару лет. Если машина используется редко, возможны случаи полной разрядки аккумулятора. Также, особенно в машинах новой поколения, когда к ее электросети подключены множество устройства, потребляют значительное количество энергии во время стоянки. Это обусловливает полную разрядку аккумулятора. Частые разряжения резко сокращают ее емкость, а затем и срок службы. Пуск мотора от уже не полно идеального аккумулятора, особенно в сильные морозы, становится серьезной проблемой. В таких условиях каждая маленькая доля энергии имеет важное значение. На пути передаваемой энергии может оказаться серьезная преграда. Электрическое сопротивление проводов. Например, контакт между минусовым проводом и корпусом машины может быть уже не идеальным. По этой причине величина электрического сопротивления проводки резко увеличивается и теряется напряжение. В свежих машинах педа кроется вином. Тотальная экономия автопроизводителей на всем и вся приводит к тому, что сечение минусового провода делает минимально возможным. Лишь бы его хватало на запуск мотора при среднестатистических температурах на улице. Уменьшение сечения проводки увеличивает ее сопротивление. Вот тут под капотом у меня ночью, когда холодно, неизвестная кошка собирается, чтобы прогреться. В прошлом году даже случилась беда. Когда завел движок, кошка внутрь где-то высоковолтные провода укоротила и приколбасила ее там. Кто знает, как с этим бороться, пожалуйста, пишите в комментариях. Потери электроэнергии на преодолении этого сопротивления не ощущаются пока и машина, и сам аккумулятор свежие, а на улице не так уж холодно. Как только аккумулятор старает и наступают морозы, эти потери начинают значительно ощущаться, составляя водителя нервничать при каждом запуске остывшего за ночь двигателя. Чтобы решить эту проблему, нужно как-то снизить электрические потери в проводах. Например, уменьшив сопротивление минусового провода в аккумуляторах. Для этого достаточно увеличить ее сочение. Как это сделать? Например, покупаем медный провод нужной длины под названием косичка. Как правило, на его концах уже предусмотрены клеммы подходящего размера. Один его конец прикрепляем к минусовому выходу аккумулятора, а второй привинчиваем к какому-нибудь подходящему винту с кайкой на двигателе или навесном оборудовании под капотом. Такая нехитрая операция позволяет в 10 раз снижить потери напряжения на минусовом проводе батареи, делая пуск намного более легким. Также добавка плюсов второго минусового провода можно назвать облегчением зарядки аккумулятора. Хотя бы потому, что генератору приходится преодолевать меньшее сопротивление при зарядке аккумулятора. Ну, думаю, тут уже все понятно. И в конце видео просто подписаться на канал, жмите на колокольчик, кнопку «Нравится» и обязательно комментируйте видео. Спасибо всем за внимание. Продолжение следует...